Внутри партийные выборы Нур-Атан День рождения Лукашенко пришлось праздновать с автоматом в руках и под шум многотысячных протестов. Завершен первый отборочный тур кандидатов на праймарис Нур-Атана. По этому случаю Назарбаев собрал заседание Бюро Полицовета партии. По неназванным причинам заседание переносили два раза за неделю. Все это делается для того, чтобы Назарбаев зачитал дежурные слова о важности необходимости перезапуска партии. На прошлой неделе я дал старт внутрипартийным выборам. Сейчас завершается первый этап выдвижения и регистрация кандидатов. Режим Назарбаева позаимствовал эту идею у Запада. Предварительные внутрипартийные выборы традиционно используются в США и их сокращенно называют праймарис. На выборах в Конгресс у обеих партий есть несколько претендентов на место от каждого штата. Перед основными выборами внутрипартийные, и голосованием определяют лучшего. Это нужно, чтобы кандидаты от одной партии не отбирали друг у друга голоса на основных выборах. Победитель внутрипартийных выборов затем соревнуется с кандидатами от других партий в ходе основных выборов. Праймарис — это внутрипартийный отбор лучших кандидатов, чтобы максимизировать шансы на победу в борьбе за место в Конгрессе. Однако в случае с Нуратаном правящей партии не с кем соревноваться. Смысл внутрипартийного отбора теряется, когда нет других партий и конкурентов. В Можилис поставят нужных людей по приказу от верхушки партии. Все зарегистрированные партии в стране созданы еще в начале нулевых годов для фона одной правящей. Они традиционно занимали несколько мест для создания формальной легитимности. Все партии, которые существуют, они все провластны, все назарбаевские. И он действительно создал монополию. Но монополию в оппозиционной деятельности создать невозможно, потому что главной силой в оппозиционной деятельности является правда, умение организовывать процессы, политические программы и все. Собственно, это может сделать любая организация, любой человек. Спустя десятилетия на эти декоративные партии просто перестали обращать внимание. Новую партию зарегистрировать невозможно. Ведь измененное законодательство о выборах делает создание независимой партии из народа невозможным. Проекты по внедрению псевдооппозиционеров вроде ДПК сами себя дискредитировали. После проваленного проекта Касанова на президентских выборах у народа больше нет доверия к марионеткам власти. Мы будем проходить все необходимые процедуры, мы будем это делать. Мы будем это все проходить, мы будем идти, мы будем собирать учредительный съезд, мы будем создавать организационный комитет. Эта группа говорит, что мы будем создавать партию, чтобы заниматься политической деятельностью. При этом это говорит Мамай, который находится в системе пробации, которому мы дали три года условно, из которых он семь месяцев в тюрьме сидел. Понимаете, вам, который не знает детали всего этого, вам наверное сложно, но когда вы знаете принцип, что партии не зарегистрируют, что партия только зарегистрированная может участвовать в выборах в парламент, а они заявляют, мы будем участвовать в выборах, мы победим на выборах, мы победим Нуратан, они лгут. Отставка Назарбаева и запланированный транзит власти Токаеву вынуждают режим вводить новые политические фальсификации, чтобы как-то оправдать монополию Нуратана. Наивно ожидать, что только благодаря слову «праймерис» выборы станут демократичнее. Для чего я иду на «праймерис»? Моя семья мне говорит, что надо обновить нашу старую машину. И я хочу получить через «праймерис» мандат депутата. Голосование будет преимущественно электронным, да и дебаты в основном пройдут онлайн. О прозрачности выборов речь даже не идет. Все кандидатуры молодых и свежих приближены к управляющей верхушке и согласованы лично с Назарбаевым. На это также указывает то, что сам председатель в «праймерис» не участвует, как это предусмотрено демократической процедурой. Он бессменный председатель партии, и это не обсуждается. Демократия – это и есть не начало пути, демократия для нас – это конец пути. К идее фальшивых «праймерис» прибегал и Владимир Путин в момент временной передачи власти Медведеву. Диктаторы извращают демократические процедуры для утверждения своей безальтернативной власти. Мафиозные демократии провозглашают громкие западные идеи для имитации политических процессов в стране. Но в реальности это ширма для прикрытия авторитарной власти, где правит один единственный человек. Телеканал «Аль-Джазира» опубликовал материалы утечки данных об инвестиционной программе Кипра. Эта инвестиционная программа дает возможность получить паспорт киприота за символическое пожертвование и инвестиции в экономику островного государства. Предъявители такого паспорта имеют возможность безвизового въезда в 172 страны. Возможностями такой программы охотно пользуются миллионеры из стран СНГ, которым наплевать на запрет второго гражданства в своих странах. Таким незаконным путем второе гражданство этого островного государства получила Айгуль-Нуриева, входящая в список богатейших бизнесменов Казахстана по версии Forbes, и Адильбек Сарсенов. Обои также оплатили гражданство своим супругам. Также их связывает принадлежность к управленческим кругам компании «Казахтелеком». Финансовые успехи Айгуль-Нуриевой обеспечены пособничеством политической верхушки страны. Это известно по многочисленным перепискам Нуриевой с Каримом Масимовым. Из слитой переписки следует, что влиятельная женщина из Forbes выступает скорее в качестве секретаря Масимова. Глава КНБ доверяет ей покупку тренажеров и аксессуаров. Становится очевидны происхождение десятков компаний в активе у Нуриевой. Влиятельная бизнес-леди на деле всего лишь подставное лицо, на которое зарегистрирована собственность чиновника Карима Масимова. Я знаю, что многие из вас имеют очень слабое о нем представление. Вообще же это странно. Человек был премьер-министром два раза. Он был премьер-министром с 2007 года до 2012 года, пять лет. Он был руководителем администрации два года, в 2012-2014 году, администрации президента. Затем, в 2014 году, он опять стал, после проведения выборов новых президентов, он снова стал премьер-министром. И только в 2016 году он стал председателем комитета национальной безопасности. Серый кардинал Масимов является правой карающей рукой режима Назарбаева и самым влиятельным человеком в стране после Назарбаева. Устанавич, я говорил это публично, сейчас хочу сказать еще раз. Я был вашим помощником, я сейчас есть ваш помощник и я останусь вашим помощником навсегда. Устанавич, я хочу сегодня еще раз повторить, я по-прежнему ваш помощник, я ваш ученик. Я необыкновенно горд тем, что вы доверяете мне участвовать в свершении больших дел. Он отвечает за репрессии оппозиции и карательные операции против несогласных с властью. В реальности страной рулит именно Карим Масимов. Вообще, он является той самой фигурой, которая сейчас обладает наибольшей властью, наибольшим влиянием. Ситуация такова, что Хасможимар Такаев обложен полностью. Служба охраны президента, она была всегда под контролем Назарбаева. Эти люди были расставлены Каримом Масимовым. Чтобы контролировать своего помощника, Назарбаев назначил его заместителем своего племянника Самата Абиша. Именно эти люди обеспечивают удержание власти в одних руках и ответственны за преступления против народа Казахстана. Их арест обезглавит режим Назарбаева и позволит провести прозрачные демократические выборы в стране. Штаб ДВК обратился к работникам силовых структур и объявил награду за арест политической верхушки. Каждый участник операции по задержанию получит миллион долларов и четырехкомнатную квартиру в Астане или Алматы. Это ничтожная доля от тех средств, которые будут возвращены в Казахстан с офшорных счетов Назарбаева. Арест его группировки – это неоценимый подвиг ради народа. Подписывайтесь на наши страницы, чтобы следить за событиями в стране в реальном времени. Стать корреспондентом канала 1612 может каждый казахстанец. Присылайте нам видео акций, митингов и незаконных действий властей. Отправляйте ваши материалы боту в Телеграм или на номер WhatsApp. Александру Лукашенко пришлось вооружиться автоматом на собственный день рождения 30 августа. Около 100 тысяч демонстрантов выдвинулись по проспекту победителей ко Дворцу Независимости. Колонна двигалась с чучелом таракана, символом диктатуры Лукашенко. Дворец Независимости плотно оцеплен силовиками. В оцепление уперлась 100-тысячная колонна, вышедшая из центра города. У Дворца Независимости люди подняли зажженные фонари на смартфонах, скандировали лозунги, пели песни и аплодировали друг другу. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не шагай, сюрпризом на пути. Вы вынуждаете применять физику, структуруют искусственные фонари. Просьба, родственники. Слава! Силуна! 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 Лицом к лицу многотысячная масса людей выстроилась перед узкой цепью силовиков. Давай, 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 давай! Ура! Молодцы! Молодцы! Конфликта не произошло, но в некоторых местах оцепление бойцов удалось прорвать. Основная масса радостно поздравляла Лукашенко и улыбалась. Ваш начальник будет со мной разговаривать? Берегите себя, ребята! На короткий разговор к митингующим вышел помощник Лукашенко Николай Латышинок. У вас большинство? Какое у вас большинство? Вы расстреливать будете по одному или как? Вы только на страхе держитесь. Какие страхи? Вы посмотрите, что происходит. Вы нашу страну загоняете. Это вы, это вы создали конфлик. Нападать на армаду мирных протестующих силовики не решились. Людей задерживали мелкими группками в закрытых дворах. МВД сообщило о 173 задержанных. Других способов повлиять на стотысячную массу протестующих просто не было. Мирный многотысячный митинг стал визитной карточкой белорусского протеста. Днем ранее единой силой на акцию солидарности вышли тысячи женщин. Группа выросла до десятков тысяч вместе с мужчинами и детьми. Креативное оружие подготовленных плакатов и лозунгов бьет точно в цель. Нам никто не даст! Силовики пытались преградить путь, задержать отдельных людей. Но несколько сотен силовиков бессильны перед многотысячной массой протестующих. Люди не давали задерживать мирных протестующих и всячески препятствовали похищениям. Силовики пытались преградить путь, задерживатьcias! Абсолютно стал! Порkar! Все это время Лукашенко отмалчивался в своем дворце. Длинная цепь бойцов и бронетехника не защитили его праздник от лозунгов протестующих. Диктатор боится обратиться к протестующим. Ему нечего открыто сказать людям без заученных фальшивых фраз и пустых угроз. Продолжение следует...